Представители знака Зодиака Стрелец, Стрельцы мои дорогие, здравствуйте! Прогноз Таро на 10 дней, на декаду с 21 по 31 октября. Давайте узнаем подсказки карт Таро на будущее. Каковы события ближайшего будущего и с чем это связано. При этом, конечно, будем реалистами, и любой прогноз, увы, не расскажет о личной истории каждого из вас. Но если допустить, что жизнь не бывает полностью предсказуема, и иногда нам приходится в жизни рассматривать альтернативные варианты, мы готовились к одному, так тут раз тебе, и надо что-то либо переделывать, либо иногда себя менять. Поэтому я искренне надеюсь, что подсказки вашего шестого чувства и карты Таро создадут какой-то волшебный тандем. И, повторюсь, мы проведем приятное время, это точно. Итак, у нас сегодня две колоды. Первая – это у нас Ленорман. И я хочу именно на Ленорман узнать, как видят карты, события, обстановку этих десяти дней. Может быть, это то, чем вы сейчас заняты, потому что вся осень – это период большой ретроградности, где-то и важных событий. И впереди у нас ноябрь, очень важный месяц, много планетарных таких акцентов, транзитов и аспектов. Не всегда как бы благополучно где-то будут и напряженные, но в принципе больше ясности. Вот самое главное. И поэтому, если сейчас что-то еще тормозится или какая-то путаница в октябре, то звезды обещают в середине или даже в начале ноября больше ясности. Итак, узнаем. Что же для вас, мои дорогие стрельцы, как видят этот период? Много общения, сад. И, в принципе, приятного общения. Какие-то контакты. Здесь это может быть как в социум уже вам знакомый, так и новые какие-то кандидаты появятся. Это то, что вам будет приятно. Много людей. В принципе, и есть уже какой-то драйв, нет какого-то застоя. Это тоже хорошо. Вы, мои дорогие оптимисты и солнечные люди. И сама по себе карта такая более радостная. Давайте посмотрим. Ну, раз есть много общения, значит, и много информации будет. Это точно. А тут какие-то возможности. Да, вот посмотрите, карта рыбы. Вообще, рыбы – это деньги. Но у нас еще, помимо рыб, корабль изображен. Один из символов – Меркурия. И Меркурий – это информация, это коммуникация. И это торговля где-то, да, для кого это актуально. Перекладывайте на себя. Может быть, у вас свой сайт. Или вы продаете свои услуги, продаете свой товар, свое ремесло. Или какое-то ваше, ну, вот то, что вы делаете, чем вы заняты. Может, кто-то книгу пишет. По этой карте, если, в принципе, вы работаете как раз, ну, и связаны, опять же, с продажами. Ваши деньги, ваше вознаграждение тоже связано с продажами. Это вот здесь тогда прирост прибыли. Могут быть еще и вопросы, связанные с переездом. Может быть, это тот переезд, который необходим по работе. Или вы рассматриваете, и прежде уже, как бы это не новинка, а это то, что вас интересовало. Тогда вы, скорее всего, через общение какие-то новые для себя можете наметить варианты. Но, в принципе, когда даже общение, оно более такое продуктивное, потому что следующий аркан рыбы. Благополучие. Вот в целом 10 дней благополучные, правда, и аркан, и якорь. Ну, конечно, якорь – это уверенность, надежность, это всячески положительный аркан. Но для некоторых может еще и означать, знаете, мы как на якоре сами заикорились, чересчур где-то. И поэтому для тех, кто один или одна, с учетом всех карт, выйти из одиночества. Может быть, и была какая-то грустная история. Может быть, она и связана с предательством, обидами, глубокими разочарованиями, с какой-то душевной травмой. Но ведь так не может все время продолжаться. Поэтому больше общения, больше позитива в жизни. И пусть этот аркан, якорь будет именно как уверенность и надежность. Вы, кстати, в принципе, вот всех людей, кто-то захочет из вас менять социум. Или пересматриваете свое отношение к тому или иному человеку. Или тогда вы будете оценивать с позиции, могу ли я ему доверять или ей. Ну, кому-то точно вы можете доверять. Кто-то доверяет и вам. Кто-то вас любит. Или любите вы. Карта любви. Карта сердца. Это внимание, знаки, внимание, комплименты, может быть, подарки, признание в любви. Или какая-то личная история. Кто знает. Вот я сказала для тех, кто один или одна, 10 дней благоприятный период. Это правда. Планетарно тоже есть возможность случайно с кем-то даже познакомиться. И пусть это не сразу мы идем под венец. Ну, а почему не дружба? Дружба ведь это прекрасно. Значит, можно друзей встретить. И, в принципе, как вокруг себя сплотить какой-то круг единомышленников, так и обрести новых знакомых, новые связи, новые контакты. Расширить собственные горизонты. Все-таки корабль нам это вот когда и кругозор мы расширяем, но и горизонт возможностей наших расширяем. И все это где-то сделать с позиции надежности и уверенности. И, в принципе, это все стабильно. И карта букет. Посмотрите, какие красивые карты у вас выпали, мои дорогие стрельцы. На эти 10 дней, последнюю декаду, октября. Да, не упускайте какую-то возможность. Потому что букет – это приятное общение. Но не откладывайте на завтра. К примеру, если вас кто-то зовет на встречу, или просто вам подруга, друг, или вам самим захотелось, дай-ка я схожу в кафе. Может быть, я схожу на концерт какой-то музыки, послушаю. Вот не гоните от себя вот такой посыл. Обязательно куда-то отправляйтесь. Вам категорически противопоказано одиночеству в эти 10 дней. Потому что, как и новые контакты приятные, как и вдохновение какое-то получите. Лови момент. Как и вдохновиться, так возможно и расширить свой круг знакомых, своих интересов. Почему так говорю? Букет – это сейчас как возможность. Но если упустите, есть и значение, когда букет может завять. Поэтому если мы не попитываем, как и нашу мечту, кстати, как мы не работаем над отношениями, то вряд ли что-то сложится. Сложится позитивно или сложится что-то в плюс. Или даже если, вот я говорила, была какая-то у кого-либо грустная история, ну что ж нам, оставаться где-то в заперти, то точно нет. Посмотрите, две карты, тройка жезлов – это карта будущего. Значит, какие-то контакты будут продолжаться на последующий период. Для чего-то ваша активность именно в эти 10 дней для вас же будет очень нужна, потому что паж жезлов – это новые возможности. И здесь возможность придет, ну, самым разнообразным образом. Может быть, кто-то получит информацию, кто-то из вас получит предложение, кто-то может познакомиться, для кого-то прежние отношения как-то интересно развернуться, или что-то вы сделаете по части дома, кстати. Потому что якорь – это место нашего пребывания, это наше, ну, как и место безопасности, поэтому у кого-то, ну, когда вы что-то захотите улучшить, может быть, дома. Но, тем не менее, мы про горизонты говорили, вот как раз по тройке жезлов горизонты и проходят. Поэтому чего-то важно не упустить. Давайте добавим карту вторую и спросим еще другие вопросы. И первую карту мы назовем так «Что нового войдет в вашу жизнь в эти 10 дней?» Не самый большой период, но даже и не неделя. Все-таки 10 дней в месяц – это уже что-то значит. «Что для вас, мои дорогие стрельцы?» «Что нового войдет в вашу жизнь?» «В чем ваш успех в эти 10 дней?» «В чем ваша сильная позиция, ваша сила?» «Что дальше?» спросим те дела, вопросы или какие-то энергии, которые будут переходить в ноябрь, чем вы продолжите заниматься или какой прогресс?» Достанем карту вторую «Неожиданность» и по основным сферам жизни – дела, работы, бизнес, энергии, денег, личная жизнь. Достанем карту совет «Что же нового войдет в вашу жизнь?» А вот посмотрите, спокойствие, умеренность, гармония, безусловно. Гармония в душе, гармония с окружающим миром. Когда вы понимаете, что да, я пусть каким-то путем новым, но я вот сейчас могу добиться очень многого. По этой карте «Неслучайные случайности», кстати, проходят тоже. Поэтому у кого-то может быть встреча, а у кого-то внезапно контакт. Может быть, вы уже искали какого-то человека, который профи в одной области, которая вот вам необходима. Или вам она интересна. Может быть, это связано с работой, с обучением или изучением чего-то. У кого-то языки, у кого-то IT-технологии, а кто-то на права собирается сдавать и будет искать специалиста по вождению. Ну, совершенно разные направления могут быть. И тогда я могу судить о том, что любое ваше начинание будет с какими-то еще правильными контактами. Может быть, с полезными людьми. Или какую-то полезную информацию вы получите. В конечном итоге это больше гармонии в душе, потому что все, чем вы занимаетесь, оно как-то слажено, упорядочено. И нет вот этой синкопы, когда с места в карьер. Где-то карта нам тоже говорит, ты не торопись, тебе надо как раз подметить то, что вот как у экзуперии есть такое выражение, такая фраза, всего глазами не увидишь, нужно почувствовать сердцем. И вам действительно нужно что-то почувствовать сердцем на этой неделе. Может быть, как ваша мечта, чего же я хочу достичь. Или о чем я всегда мечтала. А за круговертью каких-то событий в моей жизни я уже и забыл или забыла, что же вообще было какой-то отправной точкой. И здесь вы вспомните о самом себе, о своих желаниях. Вот в эти 10 дней. И это будет правильно. Оттолкнуться от того, что просит ваша душа. И когда мы действуем спокойно, это значит, мы не упустим какую-то возможность. Это, ну, больше, чем 100%. Потому что часто мы что-то можем прошляпить, когда мы куда-то спешим. Вот и не спешите, мои дорогие стрельцы, чтобы увидеть все новое, что пытается войти в вашу жизнь. В чем же ваша сильная позиция, ваша сила, ваш успех? Ух ты, колесо фортуны. И, кстати, когда выпадает колесо фортуны, мы чего-то не можем отложить на потом. Мы как раз с вами об этом говорили. Иначе потом либо букет завянет, либо огонь погаснет. Но у нас, кстати, отец семейства изображен на карте. И он как хранитель домашнего очага. А как раз женщина у нас как будто с ребенком. Вопросы дома, вопросы семьи, вопросы взаимоотношений. Когда вы можете уладить даже какую-то, ну, такую внезапную ситуацию или как раз ее использовать во благо самому себе или самой себе. Фортуна. Вот здесь именно значение фортуна, как удача. Вот это не случайная случайность. У вас и может проиграться, посмотрите, у вас два старших аркана. Мне очень интересно. А что же будет продолжаться? Давайте откроем. Ну, вот для кого-то, тот, кто не решится, а вот как буквально встанет на якорь, да, у нас выпала карта якоря вверху, и мы сказали, что если будем отгораживаться от мира, ничего не меняется. Мы упустим и возможности, и чего-то не увидим важного. Мы должны выйти навстречу судьбе. Давайте я немножко проясню эти карты. И мне хочется на колоде Ленорман, который рассказывает событийный ряд, с чем это может быть связано, или в какой, в каком виде деятельности, направлении вашей активности, скажем так, о чем нам. А вот преодоление каких-то препятствий. Вот эти позитивные карты как раз могут и говорить о том, что раньше была какая-то преграда, а теперь у тебя. Тебе только нужно выйти судьбе навстречу. Быть может быть более общительным, более активным в эти 10 дней, больше позитива в свою жизнь добавить или быть оптимистом, ну хотя вы-то и оптимисты. Но вот значит тогда вам судьба благоволит и пытается помочь, чтобы все препятствия были преодолены. Значит даже какой-то застарелый вопрос, проблему вы сможете решить до конца октября или по крайней мере что-то прояснить. У кого-то из вас, кстати, вот эти две карты, это карта крысы, вы можете узнать какую-то тайну и может быть это касается, увы, должна это сказать, ваших даже людей, которые вхожи в ваше ближайшее окружение. Я не говорю родственники, но у кого-то может проиграться и дальние родственники или родственники вашего партнера. Вы какие-то сделаете правильные выводы еще вдобавок, мои дорогие, потому что первая карта гора, это как препятствие для крыс. А что для стрельцов, мои дорогие, давайте узнаем. А вот смотрите, тут правда лиса. С одной стороны мы спросили, что для стрельцов хитрее быть, вот правда, это можно расценивать как совет. Вы люди открытые. Вы знаете, где-то вот это чувство внутреннего благородства, это прекрасно, но иногда оно с нами играет злую шутку, потому что в каком контексте? Потому что благородство, это мы сами, если думаем, что вот это правильно, а вот это недопустимо, вы имеете какие-то принципы иными словами. И мы думаем, что все люди тоже имеют какие-то, ну как мораль, основополагающие принципы, а вокруг нет. Тут, видите, у нас крысы выпадают. Поэтому на какой-то продолжительный период вы не можете, с одной стороны, обратите внимание, стрельцы, вы не можете отгородиться от мира только лишь потому, что будь то крысы, будь то лисы, неважно, какая это хитрость. Это те люди, которые не совсем честны, это те, которые два пишем, три в уме держим, но мы их не исключим из нашей жизни. Они были, есть и будут, увы. А вот правильное взаимодействие со всеми персонажами, включая даже вот таких вот скользко-мутно-непонятных, для вас как новую стратегию тактику себе предстоит отстроить. Это будет очень важно на последующий период времени. И ни в коем случае не замыкаться, если вы столкнулись, где-то прежде мы в самом начале говорили с предательством или каким-то обманом. Это не значит, что мы себя на якорь поставили и все, словно себе закрыли дорогу в будущее. Нет, это придется действовать по-другому. Это нужно какие-то другие методы разработать и, безусловно, слушать свою интуицию и быть хитрее. Вот без этого вам как бы никак. А что еще? Ну, принять во внимание белая карта, что нам много на последующий период еще или будет где-то удивлять, или где-то и ставить в тупик, потому что как неожиданность. Но это, тем не менее, у вас возможность словно с чистого листа что-то написать. Потому что какой-то предыдущий период он закончился, понимаете, новый жизненный этап, и его надо прочувствовать, и не остаться где-то в заперти, или не уходить от решения, даже если это какие-то проблемы, препятствия были прежде. Это вы какую-то новую, более счастливую историю, главу собственной жизни можете написать. Поэтому, с одной стороны, пространство вам помогает вот это колесо фортуны как раз увидеть и крыс, и лис, но и самому-то не плашать, тоже будет важно. С какой сферой жизни это связано? Где это? Снова выпадает корабль. У кого-то это вопросы, связанные с переездом, у кого-то работа, где-то в целом. Это ведь карта, как Меркурий, это социум, это информация, это много людей, это много контактов. И для вас будет важно иметь много контактов и быстро анализировать. Словно с одной стороны прочувствовать собеседника, с другой стороны прислушаться к собственной интуиции, могу ли я кому-то доверять. Или прежде чем доверять, наверное, не стоит торопиться, это точно. Быть хитрее, оставлять себе как минимум пространство для маневра, чтобы, ну, кому-то что-то раньше времени не пообещать. Или если идет вопрос о подписании документов, вот конкретно в эти 10 дней, но и на последующий период, значит, тут тоже заручиться для кого-то, к примеру. Поддержкой юриста спросить, как у вас, в отношении вас работает закон. Если тема денежная, значит, буквально перепроверить, что-то просчитать. Ну, быть более внимательным определенно стоит. Но, повторюсь, не отгораживаться от мира, потому что это не метод. Вот все карты нам об этом. Давайте узнаем. Что же за неожиданность нам расскажут карты Таро? Возможности, опять же, вот об этом нам и говорит карта. Но это те возможности, как на плащанице 7 кубков. Мы еще пока не знаем, что мы выберем. Но и это, конечно, позитивный момент. Но эта карта может говорить о том, что мы топчемся на месте и все никак не можем к чему-то приступить или начать. Или когда нужно сделать очень рационально этот выбор. Или на что-то решиться. В неожиданностях, правда, как у кого-то это через информацию, повторюсь, через предложение, через встречу с каким-то человеком. Или когда вам что-то интересно, и вроде бы как это дело продвигается. Опять же, у каждого в своем каком-то стиле, направлении, в сфере деятельности. Давайте я узнаю, что же за сфера жизни в целом. Может быть, нам карты подскажут. Ну, судя по предыдущим картам Таро, смотрите, с одной стороны, это может быть что-то по судьбе. Но где-то может быть и тупик. Ну, правда, в семь направлений мы одновременно не пойдем. Как прочувствовать свою судьбу. И интуиция не на последнем месте тут будет. Это по этой карте как раз мы можем и еще что-то завершить. В некоторых делах поставить такую жирную точку тоже. И если это не служит какому-то продолжению или нашему продвижению, нашему вдохновению, то дважды нужно подумать, стоит ли это продолжать. Вы знаете, реальность отделить от иллюзий. Вот это карта женщины. И неважно, кто меня смотрит, мужчины или девочки. В этих картах Ленорман две карты мужчины и две карты женщины. И вот одни персонажи такие реальные прописаны, а другие как будто через дымку. Да, вот как бы ореол какой-то есть, но облик не вполне конкретный. И это то, что мы думаем, что мы хотели. Но у нас выпадает карта креста, есть какая-то реальность, которая нас как раз возвращает на злобу дня. Исходя из этого, где-то заручиться тем, что я буду заниматься только тем, что мною проверено. Или в моем окружении будут только люди, те, которые надежные. Где-то себя останавливать от дачи обещаний. Почему я заостряю на этом внимание? Потому что могут глаза разбежаться. Или, знаете как, нам хочется чем-то заниматься. Или есть какой-то душевный посыл, когда, ух ты, как интересно, ух ты, как заманчиво. А какой прогресс? А дальше что? Просчитать на пару шагов вперед. Насколько это дело будет продуктивно развиваться так и дальше. То есть выглядеть поначалу многое может заманчиво. А что это будет по факту? Может быть, мои дорогие мужчины, вот нам снова что-то говорят. Избавление от иллюзий. Правда. И если неожиданность, вы правильные итоги тогда сделаете. Что может быть продолжено. А в чем я ставлю точку. Причем я должна сказать, что вы это сделаете легко, мои дорогие стрельцы. С учетом уже всех этих карт. Вы от чего-то откажетесь. И вам не то, что будет сожаление или как, ну, как-то вот вы будете, могли бы себя чувствовать, что, эх, жаль. Или, эх, столько усилий было вложено. А здесь нет. Может быть, и усилий было вложено много. Но какой-то долгоиграющий этап, который вам именно надоел, он закончится. Закончится где-то и иллюзией, может быть. Может быть, в отношении определенных людей, но у вас тоже как гора с плеч. И вы уже четко знаете ориентиры на будущее. У вас, благодаря вот такому, ну, как и такой прозорливости, так и когда вы что-то проанализируете где-то с тем, что было прежде в вашей жизни или прежние контакты. А может быть, у кого-то и прежние грабли, которые я уже нашел или нашла, и я не хочу этого продолжения. И тут вы будете очень грамотно от чего-то отказываться, что только, знаете, как, ну, эфемерность какая-то, а конкретики, увы, никакой. Правильный выбор, словом, вы какой-то сделаете. Дела, работа, бизнес. Давайте узнаем. Карта Луна. Тысячи неопределенностей. У кого-то, кстати, это правда будут вопросы по части дома, жилища ваших близких. Когда вы что-то улучшаете, реструктурируете. Но по Аркану Луна мы себя сохраняем. И я должна сказать, мои дорогие, если дела, работа, бизнес, ну, это все. Это наши где-то и контакты, это учеба, это оформление документов. Так вот, когда Аркан выпадает, будьте внимательны. Опять же, это карта интуиции. Но еще Аркан говорит, если ты случайно оказываешься в толпе, береги себя. Тебе как будто в другую сторону, нежели куда бежит толпа. Берегите, потому что, помните, меня смотрят люди из разных стран, и толпа – это не то место, где мы чувствуем себя в безопасности. Как бы нам не было страшно, вроде все побежали, но вот это чувство, как и я, как все. Вот нет, вам не надо, как все, вам нужно так, как стрелец. И где-то предыдущие карты у вас как раз шанс выйти даже из какой-то непонятно скользкой ситуации, я бы сказала так. Давайте я проясню, с чем это связано. Карта тучи – это что-то временное. Это временные какие-то задержки или временные какие-то обстоятельства, или какие-то разочарования, но это тоже даже новость может быть. Но это не играет существенной роли, правда, и выглядывает солнце. Тучи уходят, выглядывает солнце. Но вот все то, что я уже говорила до этого времени, посмотрите, у вас два светила – луна и солнце. То есть вот такие полярные энергии, мои дорогие стрельцы, вам нужно будет правильно расставить приоритеты. Это как задача на весь этот период. Поэтому солнце я положу сюда, а тучи я уберу. И давайте узнаем, что по деньгам. Вы можете кому-то отказать. К примеру, вам могут подойти и сказать, дай мне денег в долг. А вы скажете, нет, не дам. И правильно сделаете. Только сделать это нужно так вот красиво. Придумать какую-нибудь легенду, версию, даже если есть деньги. Но никому ничего не дать. По этой карте кто-то может столкнуться, ну, даже банально, может быть, когда вы готовите документы, например, которые тоже каким-то образом заключаются или связаны с финансами. Возможно, налоговые у кого-то отчеты или у кого-то вопросы дома, да. Тоже это у нас где-то имущество, в конечном итоге деньги, стоимость, цена. И здесь тоже нужно где-то не оплошать. В хорошем смысле рыцарь мечей всегда проигрывается истина, правда и ничего, кроме правды. Мы именно от этого отталкиваемся. Иногда она может и говорить для тех, кто занимает руководящие посты, или вы, ответственное лицо, могут приходить и проверяющие правды. Но тогда у вас все равно получится. Даже если поначалу, вот как по луне, какая-то муть и непонятки, все равно выглянет солнце. С чем-то вы тут разберетесь. Правильно все расставите по местам. Ну и понятно, самому себе, самой себе возьмете нужные приоритеты. Но по рыцарю мечей, знаете, вы можете и столкнуться с людьми, которые вас как будто вызывают на конфликт. И не для всех. Октябрь месяц, последняя декада в эмоциональном плане, она такая спокойно положительная. Много ретро-планет, и некоторые из нас могут как раз воспринимать, особенно люди, которые подвержены перепадам настроения, где-то нестабильной психики. Но есть вот таких среди нас очень много. Мы их не видим. То вот необъяснимым образом вот такие перепады настроения может быть у кого-то из социума, могут быть, и вы где-то с этим столкнетесь. Поэтому если вам бросают перчатку, не поднимайте ее. По этой карте мы не участвуем в конфликте. И даже если приходит проверяющий, который уже нацелен на то, что ух, я сейчас что-нибудь накопаю, а вы все равно как-то эту сгладите, нейтрализуете обстановку. То есть у вас все шансы на победу, мои дорогие. И сама фортуна вам помогает. Личная жизнь. Ну, восьмерка мечей. Это может быть, конечно, из-за усталости. Обратите внимание, у девушки завязаны глаза. Она не видит какой-то реальности. Она чувствует, что мне холодно, мне одиноко, мне страшно. И вот этот холод, это когда мы смотрим вглубь себя и начинаем, ну, какую-то глубокую философию на мелком месте или воспоминания былое и думы. А нам говорят, а это не имеет значения. Тебе единственное, что мешает – повязка на глазах. Или не самый благоприятный период, как будто и не нужно этого делать. Пытаться что-то анализировать или что-то раскапывать. Кстати, в этот период у нас Меркурий в Скорпионе, мои дорогие. И вот это такое положение, знаете, когда Меркурий, ведь вообще положительно Меркурий, он быстро ориентируется, быстро как-то, как раз перемены, ну, они предусматриваются. Или где-то и нашу более лояльность, гибкость по некоторым вопросам, как и вопросам денег, как и вопросам документов, вопросам общения. Но в Скорпионе здесь Меркурий становится дотошным, когда хочется что-то раскопать, докопаться до какой-то сути. И вот где-то, как и со стороны людей, будут такие посылы и желания, так и у вас могут быть тоже. Может быть, и по части личной жизни что-то проговорить. И прямо вот я сейчас выясню что-то, а нам карта говорит нет. Это не имеет большого значения. Не надо вот как будто это делать. Если ты уже знаешь эту правду, какой смысл в конфликте конкретно? И тебе это просто будет мешать где-то. Поэтому вот эти энергии, в принципе, ну, я могу предположить, не все из вас, но, может быть, кто-то чувствует. Или, мои дорогие солнечные стрельцы, я говорю даже для тех, кто имеет асцендент, потому что все равно на вас именно вот эта позитивная энергетика стрельца, она тоже действует. И я имею в виду, что не поддавайтесь где-то вот на такие провокации. Вот. С чем это может быть связано? Вот эти две мечевые карты я хочу прояснить. Это нам о чем? Вы знаете, мы можем, если начнем что-то доказывать, то останемся где-то один наедине с самим собой. Или мы можем как будто доказать свой приоритет, или кто-то перестанет с нами даже спорить. Не факт, что в глубине души этот персонаж согласится. Поэтому точно в одиночестве не стоит оставаться. И если какая-то правда есть, делайте выводы сами. Но здесь, знаете, какие-то лидерские качества будут проверяться у вас. А у кого-то это могут быть вопросы, связанные с переездом, с семьей. Или когда вы будете пытаться донести до ваших близких именно вашу позицию. А здесь и близкие могут себя вести как-то по-разному. Что это еще? И правда могут ухитрить, или у каждого какое-то свое намерение, желание, что-то хотят получить. И ведь у вас выпадал рыцарь мечей на деньги. Может быть, это кто-то из близких даже попросит деньги в долг. Ну, значит, как-то красиво, скажите нет. Или, может быть, предпочитает ваше семейство приобрести какую-то вещь. Я не могу сказать, что в эти 10 дней будут удачными какие-то финансовые вложения. Пусть даже это касается вещей. Продумывать что-то наперед, да. Но в целом со всеми планетарными событиями, если уж и действовать, то это ближе к концу ноября. Перенесите как минимум на месяц. Ну, вы вольны поступать, как вы хотите. Но здесь так немножко попридержать траты. Кто знает, может быть, в последующем вы скажете себе спасибо. Кстати, якорь, она, эта карта тоже не говорит, что мы, ну, улучшать мы можем. Но какие-то глобальные покупки или траты, но, наверное, все-таки больше на сохранение карта нам призывает, по крайней мере, нас. Потому что могут охитрить. Где-то и близкие могут хитрить. Но вот удивительно, сколько же раз я уже перемешала эту колоду, а вот все равно, да, у кого-то личная жизнь и деньги перекликаются именно с каким-то либо, ну, обманом или с какой-то хитростью. Где-то и вам по этому карта говорит, ты тоже хитрый. Правда, мы ведь с вами открыли эти карты заранее. А что это за ситуация? А тут вот так вам надо, может быть, у кого-то это прежняя была. Вот такая история, очень грустная. Когда вы кому-то помогли, а потом сами остались. Ну, вот ни с чем. Но, значит, и пересмотреть отношение к человеку. Но все же карта метла, когда мы выметаем весь ссор из избы. В положительном плане, если заниматься делами дома, выбросить хлам, это точно. Вот личная жизнь, да, освободить пространство. И мы когда меняем пространство, оно в последующем меняет нас. Это как больше воздуха, больше солнца, больше новой энергии. Мы освобождаем это пространство, чтобы что-то новое вошло в нашу жизнь. И где-то мысли наши, мои дорогие, правда, вот эта ненужная философия от нее тоже избавится. Сделать важные выводы и идти вперед, правда. И быть при этом осторожным. Все-таки осторожность на этой неделе при всем, при том, что и вроде как и возможностей много. С одной стороны, возможности не упустить, а после этого их как будто укрепить, застолбить, упрочить и сделать что-то для себя очень хорошее. Но и не поддаваться сомнениям. Все самое ценное, оно как будто в реальной жизни, мои дорогие. Давайте спросим карту совет. Есть какие-то разочарования? Пятерка кубков у нас сам как будто иерофант сожалеет о том, что два кубка разлились. А три еще полных. Поэтому у кого-то это может быть из-за усталости, когда я ничего не хочу. И тогда вот эта карта аиста, которая нам выпадала, будет говорить, что мне хочется уединиться, потому что я устала или устала. Потому что, ну, какой-то перегруз психоэмоциональный. И люди-то ведь могут вести себя по-разному. Может быть, и есть смысл привести мысли в порядок, но, по крайней мере, по пятерке кубков. Мы не должны, опять же, себя как ставить на паузу, понимаете? И даже если был вот этот период сожаления, ну, его как-то желательно завершить, он попросту может помешать. С чем это связано? Вот такой совет. Вы можете какие-то делать выводы. Вот правда, что-то вы должны с чем-то проститься. Может быть, и прошлому сказать буквально «прощай». Или той истории, которая нам ведь сказали, выборы вы делаете, правильно, приоритеты расставляете. Так вот, то, что не может быть продолжено. Или то общение с конкретным человеком, которое, ну, никак не способствует вдохновению, позитивному отношению к жизни. А когда вы с ним общаетесь, и он словно вас разрушает. Вот такие, к минимуму, общения вы будете сводить отношения. Минимум общения – это «здравствуй и прощай» называется. Или «здравствуй, до свидания». Или вообще кивком головы. Чисто, ну, как знак вежливости, да, и нейтралитет одновременно. Но правильные выводы вы здесь сделаете неизбежно. От чего-то откажетесь, и после этого у вас словно груз с плеч. Может быть, вот пока мы не расчистим какое-то пространство. Посмотрите, сколько позитива. Как будто стоит у вас на пороге и ждёт. Когда же вы выбросите всё то, что не нужно. Ну, я аллегорически говорю. Это относится как и к ненужным мыслям каким-то, или к каким-то прежним разочарованием. К тому, что не способствует вашей мечте. Или к тому общению, которое больше вас в тупик ставит, нежели на что-то вдохновляет. Вот от этого определённо стоит. Избавиться или сказать этому «прощай». Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы. Помните, что всё-таки на кону у вас солнце. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.